Конечно, работает. Она должна в определенном смысле работать. При том, что суть ее ложь, но она должна обязательно работать. Ибо если все эти дела не будут работать, вообще, абсолютно не будут работать, то не будет выбора, кто поверит в магию и кто откажется от магии. А ведь Творец хочет, чтобы был выбор. Пожалуйста, вот есть магия, может быть, она работает, может, нет, но так и иначе она иногда проявляет себя как-то. И ты уже сам выбирай, ты с Творцом мира или ты с фокусами. Я имею в виду, конечно, не фокусников в цирке, а с магией, колдовством и тому подобным вещами. Которые нам, евреям, просто запрещены, и не евреям не рекомендуется. И для того, чтобы был этот выбор, иногда магия срабатывает. Это не отрицание Творца, никакого. Творец хочет, чтобы иногда это срабатывало, но он хочет, чтобы ты этим не пользовался. Почему? Если человек пользуется магией, вот вы там, говорит, какие-то случаи были, как-то помогало и прочее, почему это плохо? Это значит, что ты, как правило, впускаешь к себе некий яд, отраву в душу. Ты можешь подумать, что в мире правит что-то другое, какая-то сила, магическая сила, способности мага, способности колдуна, способности сверхъестественного чего-то. А в мире есть только Творец. Но у тебя есть выбор. И Творец не хочет, чтобы ты видел мир таким однобоким. Тогда не будет выбора. Пожалуйста, смотри на мир, обрати внимание, есть некое колдовство иногда, есть магия срабатывает иногда. Конечно, не всегда. Ничего не работает всегда. Но иногда да. И тогда ты должен подумать, а как же так? А где роль Творца в этом? Вот есть магия, она работает. Как вы там написали, она помогает? Она тот, она зачем нужна вера в Творца, если магия помогает? Я буду обращаться к магии. Ответ ни в коем случае. Я объясню, почему. Если магия сработает, ты отравлен, ты ничего не понял после этого. Ты уже не можешь верить в Творца обычно, как человек должен верить. Человек должен стараться, усилия предпринимать, но понимать, что все только от Всевышнего. Это достойная жизнь человека. А человек, который вдруг там что-то получит с магией, он верит в эту магию, и в мага, и в магию, и прочее, он уже потерял полностью, или даже частично, но все равно потерял веру в Творца мира. То есть вместо связи, вместо того, чтобы быть вместе, произошел разрыв. И ты уже без Творца. А ведь на самом деле вся жизнь, каждая минута, каждый вздох, каждая секунда, все только зависит от Творца, и не от кого больше. Но ты уже оторвался. Тебя уже он не интересует. Тебя уже магия интересует. То есть в каком-то смысле духовно ты умер. Поэтому нельзя обращаться к магии. Это если она сработает. А если магия не сработает, казалось бы, ты ничего не потеряешь. Не сработал, ты в нее не веришь. Нет, ты потерял время, ты потерял энергию, ты надеялся на что-то, ложные, лживые надежды. Ты ослабел, ты понизился, ты, можно сказать, упал. Что хорошего? Ничего. Поэтому к магии мы не обращаемся, не интересуемся, ни в каком смысле, ни теоретически, ни практически, никак. Ибо все это отвернуться от Творца мира, который есть источник жизни. То есть все это отвернуться от источника жизни. Ну, каждый понимает, что это такое. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok